Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проводились на протяжении всех майских выходных. Об основных из них мы расскажем в следующем материале выпуска. В преддверии Дня Победы славянцы приняли участие во всекубанской акции «Спортсмены Кубани. Вознаменование Победы». Эстафета памяти стала уже традиционной и проводится каждый год. Исключением стал 2020-й и забрушившийся на мир пандемии. В этом году акция была возобновлена. Студенты-спортсмены с флагами пробежали по территории Северного парка. Участников забега, посвященного Победе, поприветствовал глава города Александр Берсенев. Этот пробег посвящен нашим участникам Великой Отечественной войны, ветеранам. Нашим, может, даже все мы имеем, да, и родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Это хорошо, что мы не забываем нашу историю, помним, помним ее, эту историю. Ну и я хочу всем пожелать мира, добра, здоровья. Приветственные слова в адрес участников забега сказал и военнослужащий воинской части 25-356 Сергей Калашников, отметивший важность занятий физической культурой и спортом и о вкладе советских спортсменов в победу в Великой Отечественной войне. В трудные годы Великой Отечественной войны достижения воинов-спортсменов зачастую были на грани подвига. Герой Советского Союза, генерал армии Иван Ефимович Петров произнес такие слова. Каждый спортсмен в бою стоит нескольких рядовых солдат, а взвод спортсменов надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция. Хочется надеяться, что современные юноши и девушки станут такой же крепкой и надежной основой для нашей армии, какой стали в годы войны воины-спортсмены. В память всех погибших участники акции почтили минуты молчания, затем возложили венки к мемориалам воинов-освободителей. На протяжении всех праздничных дней славянский историко-крайвический музей продолжал работать. Там, ко дню победы, обновили комнаты боевой славы. Жители могли увидеть оружие времен Великой Отечественной войны, письма солдат с фронта, познакомиться с историей жизни славянцев, участвовавших в войне, а также увидеть образцы военной формы, как прошлых лет, так и современной. Выставка продолжает работать. Музейные работники будут рады рассказать вам о героических страницах нашей малой Родины. Не обошелся без интересных мероприятий и День Победы. 9 мая во всех поселениях района прошла акция «Поем двором», цель которой – создать праздничное настроение у жителей, объединить людей общей идеей праздника и всем вместе исполнить песни военных лет. Песня «Поем двором» Смуглянка, Катюша, Синеплаточек, Дороги, Журавли, Землянка и многие-многие другие. Эти песни стали символом победы, символом мужества и героизма. Песни военных лет помогают не забыть о великом подвиге нашего народа. Мы всегда будем несломленными победителями, пока в наших сердцах живут песни Победы. Песня «Поем двором» Это уже не первый год эта акция, у нас во дворе проходит. Всегда все с удовольствием, даже приходят с других дворов, поддерживают. Это действительно, это святой день, День Победы. Поэтому мы все выходим с удовольствием и поддерживаем эту акцию и принимаем в ней участие. Также второй год проводится патриотическая акция «Фонарики Победы». И славянцы принимают в ней самое активное участие. Около 10 часов вечера во многих домах и квартирах погас свет, а окна освещал только свет фонариков, символизирующий собой свет нашей памяти и благодарности за победу, за мирное небо над головой. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Смотрите на канале.